шаббат шалон дорогие друзья с вами сегодня эмиль и вся наша команда мы целую неделю ждали с вами встречу и наконец-то дождались в каждом не есть свои хорошие моменты а в шаббате их особенно много потому что это день отдыха и радости и прежде чем начать давайте помолимся спасибо тебе наш небесный отец за твою любовь и заботу о нас за этот шаббат за нашу с ребятами встречу за то что мы все вместе можем благодарить тебя но теперь давайте начнем привет мы снова с тобой и сегодня суббота а значит время наших мастер-классов а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 словно усыпана легким снежком, усыпана лепестками. И все-таки миндаль не единственное дерево, расцветающее в начале месяца шват. Рано утром выходит садовник в сад и видит, что и на инжире набухли почки. И прекрасный зеленый росток выглядывает из них. Виноградник одевается в бархатистые одежды. На полях среди зелени травы проявляется все больше и больше цветов. Еще немного времени и они превратятся в роскошный разноцветный ковер. Из расселин скал глядят цикламены. Черная луковица, из которой тянутся стебельки, заканчивающиеся нежными цветами. В дни месяца шват цветут анимоны. Это время, когда они встречаются буквально на каждом шагу. Анимон – любимый детьми красный цветок, из которого они плетут прекрасные венки. Между красными анимонами виднеются мелкие красные точки цветов, называемые на иврите дмумит. По-русски он называется Горячавка. В тех местах, где почва болотистая, расстилается ковер желтых звездочаток. А на южных склонах гор праздник своего цветения празднуют асфаделы. То тут, то там встречаются вам целые ковры розовых и желтых вьюнков. На полях и в горах, между склонами расцветает благоухающий нарцисс. Полагают, что он был известен и любим еще в глубокой древности. Среди длинных и узких его листьев гордливо поднимается стебель, несущий целую гроздь круглых белых цветов с золотыми чашечками. Весна – время великих перемен в природе. И день Тубишват – начало их. Тубишват или Рожгашана деревьев. Деревья просыпаются ото сна, одеваются в прекрасные одежды из зеленых листьев и цветов и наполняют воздух ароматом и благоуханием. В государстве Израиль Тубишват стал днем посадки деревьев. Школьники, студенты выходят на природу, поднимаются в горы, спускаются в долины и высаживают в землю саженцы деревьев, преображая пустынные ландшафты нашей страны. Дерево. Ну что же в нем непривычного? Что особенного? Их много растет в парках, на тротуарах, на опушке в деревне. Задумывались ли вы, когда-нибудь, ребята, о том, насколько полезно дерево? От дерева исходит тень, и в жаркий знойный день путник бежит под тень дерева, чтобы охладиться от палящих лучей солнца. Деревья украшают любое место земли. И в больших городах, и на полях всегда радуют зеленый островок деревьев. Особенно весной, когда деревья цветут и благоухают. Дерево приносит плоды, как вкусные те плоды, которые нам дают деревья. Они приносят нам не только удовольствие, в них огромный состав витамин, который улучшает нам здоровье и продлевает жизнь. Вот так много полезной и нужной информации вы сегодня узнали. Когда наступает весна в Израиле? Как чудесны цветущие поля на этой земле? И сколько пользы в каждом, даже маленьком, дереве? Шабар, шалом, ребята, и до следующей встречи! Ребята, ничего на этой земле не случайно и не просто так. Для Всевышнего Творца важна каждая травинка, каждое дерево, ребят, и каждый цветочек. Он учит нас ценить и любить эту землю, и все живое на ней охранять и защищать. Все, что есть на земле, Бог создал для нас с вами, и для нашего с вами блага. Когда Он ввел израильский народ в обетованную землю, Он сказал, ибо Господь Бог твой ведет в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Давайте, ребята, садить деревья, заботиться о тех, которые уже посажены, заботиться об этой земле и быть благодарными Всевышнему за то, что Он нам ее доверил. Ребята, из древних времен мудрецы сравнивали деревья с человеком. Корни дерева — это вера человека во Всевышнего. Чем глубже и сильнее вера, тем крепче корни. Никакая буря или шторм не сломят это дерево. Крона дерева — это то, чем занимается человек. Вся его жизненная деятельность — семья, работа и служение. А вот плоды — это дела человека. Они могут быть хорошими, например, добрые поступки. Но ведь бывают люди, которые не приносят хорошие плоды. Давайте об этом узнаем из притча, которую рассказал Господь Ишуа Мессия в Бритхадаша 13 главе от Луки. «Один человек говорил, он имел в саду свою смоковницу, инжир. Он пришел искать плода на ней и не нашел. Тогда он сказал садовнику, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее. На что она и место занимает?» Садовник возразил ему, «Господин, оставь ее и на этот год, я окопаю ее и обложу навозом. Если она принесет плод, то хорошо, если же нет, тогда срубим ее». «Смоковница, не приносящая плода, означает людей, живущих без веры в Бога, без любви к Нему и ближнему, без покаяния в грехах своих, сердца которых ожесточены и не знают Господа, но Господь милостив. Он любит людей и, как садовник, долготерпеливо ждет их исправления. Он пострадал и умер за каждого из нас, чтобы мы пребывали в Слове Его, в добрых делах, в любви и благодарности. Он, как добрый садовник наш, спаситель, призывает нас к раскаянию и к исправлению. А если мы не ответим на призыв Господа, то, как смоковница, не приносящая плода, будем срублены. И этим понесем наказание за свои злые дела. Шалом, дорогие ребята! Давайте приносить добрые дела! Всем привет, дети! Сегодня мы будем делать съедобную поделку, которую потом вы можете съесть. Итак, для этого нам нужен банан, морковка, гранат и апельсин и что-то зеленое. Вот как у меня зелень такая вот. Для начала мы чистим банан аккуратно. Ножиком можно обрезать. И мы это все очень умеем. Все любим бананы. Итак, наш банан мы почистили. Аккуратно ставим. Теперь апельсин. Вот такой вот у нас апельсин получается. В середине такой красный красивый цвет. И гранат. Гранат нужно очень правильно нарезать. Сначала мы обрезаем здесь хвостики вот эти. Делайте аккуратно, если что, попросите взрослых помочь. Нож отдельно не берите сами. Разрезаем здесь наполовину. И вот здесь по вот этим краям белым тоже режем. И так же со второй половиной. Так, все мы подготовили к нашей поделке. Теперь из морковки мы делаем вот такие вот. Режем ее на кусочки. Можно на три кусочка порезать. Вот так вот у вас получается. Если получилось, все отлично. Теперь нужно вырезать из морковки дерево. Что-то похожее на дерево. Такие веточки. Раз. И вторая веточка. Вот так вот. У вас может получиться еще лучше. И расставляем красивыми треночками. Вторую делаем так же. Вот такие вот деревья у нас получаются. Вот. Вот так вот. Красота. Теперь мы можем из банана вырезать такие кроны. И ставить на какое-то из деревьев наших. Такое банановое дерево. Мечта. Следующее дерево у нас будет из граната. Мы собираем наши булочки. Вот. В отдельную куда-то. Трелочку или сюда же. И теперь их расставляем вот сюда тоже. Теперь гранатовое дерево. Дальше мы делаем апельсиновое. Или мандарин, что у нас есть дома. Вырезаем какие-то тонкие. Если это апельсин. Просто вырезаем. Если мандарин, можно уже на дольки разделить. И у нас остается сделать травку. Вот. И все, что вы найдете в холодильнике и зелень. Поставляем вниз. И все, вы можете идти кормить вашу семью. У меня получилась такая красота. ХАК САМЭК ТУБИШВАТ. Всем пока-пока и приятного аппетита. Сегодня четвертый день шестненедельной нашей викторины. И к финишу приближается три победителя. Кто они, я пока не скажу. Но с нетерпением жду, кто же из них троих победит. Ну а теперь наши вопросы. Первый вопрос. Я черный, я и белый, я и ловкий, я и смелый. Я без лестниц, без ступеньки, на любую врезу стенку. Уз зелененький завью, в грозе солнышко налью. Ребятам-малышам все до капельки отдам. Второй вопрос. Полон зерен этот плод. И храниться может год. Круглый, сладкий, сочный груз. Изумительный на вкус. Третий вопрос. Какой плод можно съесть весь целиком? И от него не останется ни косточек, ни кожуры, ни скорлупы. Четвертый вопрос. Плод древнего дерева, который используется в приготовлении пищи, в изготовлении лекарств, мыла, косметики. И пятый вопрос. Вкус сладкий, вкусный, словно мед. И на пальме он растет. Ну все, на этом викторина закончилась. И я жду, что именно ты обязательно сможешь ответить на эти вопросы. Пока! Вот и подошла к завершению наша передача. Надеюсь, ребята, вы знаете все ответы на викторину. Помните, идет марафон. Ждем фотографии поделок в группе Viber. Ждем ваших ответов на викторину. Оставляйте нам лайки, пишите комментарии. До следующей встречи, ребята. Шаббат шалом! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин